Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево, улица Красноармейская, 53. И сегодня мы с вами прогуляемся до моря отсюда, посмотрим, какие есть варианты с отдыхом. Здесь из этого гостевого дома можно будет ходить соседней, купаться в бассейне, загорать. В общем, вся полная информация и по ценам в том числе до вас. Гостевой дом Джоли. Придомовая территория, можно припарковать машину, также есть парковка там, о ней позже. Заходим во двор, очень тенистое такое место. Есть столики, здесь вот так вот симпатично, как я сказал, хозяйка с душой украшена, чтобы вам понравилось. Тоже стульчики посидеть. Есть своя кухня, это для первого, второго этажа, на который вы можете приготовить себе покушать. Со всем нужным инвентарем, холодильник, микроволновая печь и холодильная доска. Зона отдыха, на которую ваши детки могут поиграть, посидеть, вот как сейчас здесь происходит. Есть вот такая детская площадка, ну и еще столики для того, чтобы посидеть. Гостиница сама трехэтажная, на третьем этаже там шесть двушек номеров и у них своя собственная кухня. Понтанчик, создающий релакс, это прям, ну, вода успокаивает это однозначно. В первую очередь посмотрим первый этаж. Здесь номера все двухместные, у каждого номера есть свой столик и столик, чтобы покушать. Посмотрим, как выглядит сам номер. Размещение от 500 рублей с человека. За 1000 рублей сейчас вы можете снять этот номер на двоих. Высокий сезон, цены немножко повышаются. Обо всем уточняйте у хозяйки гостевого дома по телефону. Здесь вы можете увидеть две кроватки. Есть столик, под ним холодильничек, зеркальце, телевизор, сплит-система. Место для хранения с одеялками, номер вот такого вот формата. В номере имеется туалет, раковина и зону для того, чтобы помыться под душиком. Тазики, свой личный столик, посушить вещи, это мне кажется вообще великолепно. Есть ногомойка для того, чтобы помыть ножки. Детям как тут весело, ребятки. На второй этаж у нас идет вот такая вот лесенка и на третий. Здесь мы сейчас посмотрим с вами еще номера. Место для хранения ваших вещей, зеркальце, ловись рост, тоже очень удобно. Санузел. Здесь туалет, раковина, зеркальце, душевая. Размещение здесь также от 500 рублей. С человека, то есть этот номер вы можете сейчас снять за полторы тысячи. Сейчас мы с вами посмотрим четырехместный номер. Можете увидеть здесь вот так вот расположены кроватки. Одна-друга спальня, две-одна спальня. Есть холодильник, сплит-система. Место для хранения вещей со своим зеркальцем. Телевизор. Wi-Fi очень хороший. Санузел, туалет, раковина и душевая. Посмотрим студию. Стоимость проживания здесь в данный момент времени 2000 рублей. То есть вот так вот интересно очень выглядит номер. Очень много места. Двухспальная кровать, одна спальная кровать. Есть возможность установки еще раскладушечки для ребенка. Собственный столик обеденный. Есть место для хранения. Выглядит это вот так же. Есть зеркальце, сплит-система и столик для того, чтобы наши красавицы были всегда красивыми. Почему студия? Потому что есть еще собственная кухня для приготовления пищи. Холодильник. Вся нужная вам посудка присутствует. Газовая плита. Все, что только может понадобиться для полноценного проживания. Как небольшая квартирка. Здесь туалет, раковина и душевая зона. Все красиво, чисто убрано. То есть по ценникам уточняйте, повторяйте. Чем выше сезон, тем больше людей, тем может быть подороже. Поднимаемся на третий этаж. Там всего лишь 6 двухспальных номеров. Вот у нас симпатичный коридорчик. В котором вылево-вправо находятся по 3 номера. Сейчас мы смотрим номер на двоих. Хозяйка говорит, что очень пользуется популярностью среди новобрачных. Вот так вот все симпатично выглядит. Наполнение то же самое. Зеркало, столик с предсистемой. Вот такое вот место для хранения вещей. Холодильничек. Также санузел выглядит вот так. Тоже душевая зона с тазиком. Стоимость проживания в данный момент 800 рублей человека. То есть номер 1600. На эти номера есть своя зона отдыха и кухня. Выглядит она вот так вот. Есть столики. Газовая плита. Тоже самый набор посуды. Ну, такое вот место, чтобы посидеть и никуда не ходить. Выглядит, по-моему, клево. Есть возможность постирать белье. 150 рублей стоит. Парковочные места я вам показал. Есть еще варианты платной парковки, если кому-то надо. Генеральная уборка номеров раз в 5 дней. Этот гостевой дом называется Сапфер. Через один дом находится соседняя гостиница Красномерская, 57. Сюда мы сможем с вами прийти и воспользоваться бассейном и мангальной зоной. Давайте посмотрим. В этой гостинице мы покажем тоже пару номеров. Поэтому смотрите сразу. Есть столики для отдыха. И зона для того, чтобы вы отдыхали. Под солнышком с бассейном. Бассейнчик здесь такой каркасный. Есть вот такие вот качельки. Есть песочница для деток. Ну и такая круговая качелька. Маленький дом еще для детей. В общем, детям здесь классно. Очень много пространства. Такая солнечная зона. И посмотрите, как выглядит сам бассейн для купания. Дома-таки большой. Вся та территория заставляется машинами. И вот, пожалуйста, мангальчик, на котором можно пожарить швачок. Сам этот гостевой дом сейчас практически заполнен. Есть несколько номеров, которые мы сейчас с вами посмотрим. Также возле многих есть столики свои. И, пожалуйста, кухонная зона. То есть раковина, посуда, места, где можно покушать. И где можно приготовить. Также газовые плиты и удобные поверхности для приготовления плиты. Есть холодильник и микроволновая печь. На первом этаже нет свободных номеров. Поднимаемся на второй этаж. Пожалуйста, вам вид на бассейнчик. У каждого номера есть твой столик. И сейчас с вами посмотрим четырехместный. Заходим. Есть холодильник, сплит-система, столик, зеркальце, телевизор. И вот так вот выглядит место для размещения людей. Двуспальная, две односпальные. Креслица, чтобы посидеть. Место для хранения вещей. Санузел, кстати, здесь такой, тонкий большой. Душевая зона, раковина и санузел. Стоимость проживания на данный момент от 500 рублей за человека. Допустим, мы поднялись наверх. Здесь двухместные номера. Размещение также от 500 человек. У каждого есть свой столик. Но зайти не можем. Все занято. И сейчас пойдем с вами прогуляемся на море. Это пересечение улицы Горького и переулка Цветочного. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена, как вам отдыхается в Ростевом доме? Очень хорошо. Приезжаем сюда уже в трое раз. Шикарно. До моря сколько ходите? Если идти нигде не останавливаться, 7 минут. А вы с детьми или нет? С дочкой в 16 лет. Доступность магазинов? Все рядышком. Все рядышком. Столовое, кафе. Вам тут нравится? Нравится. Спасибо большое. Мама, привет. Черешня в какую цену у вас? 50. Нектарина. 300. Яблочек. Персик. Слива. 250. Огурчики 80. Помидоры стоят. И лучок? 50. Армянский сникерс? 80. Спасибо. На пересечении улиц прямо находится магазин КБ. Готовится к открытию столовая. Сюда за моим домом в квартале находится магазин Магнит. Или Пятерочка. Ну и сейчас еще один по пути у нас будет. Два гис у нас показывает 1 километр до пляжа или 11 минут. Снимая одну из гостиниц по Красноармейске, я проходил вот сюда на пляж мимо. Сегодня давайте пройдемся по переулку Цветочного. Расстояние до моря я знаю здесь абсолютно точно, потому что вот там находится мой дом. С этой стороны можно сесть на маршруточку, уехать в Анапу 114-128 и из Анапы вернуться сюда также на этих маршрутках. И расстояние 100% 1 километр, потому что я его преодолевал за свою жизнь бесчисленное количество раз. Слева-справа у нас большое количество разнообразных столовых по пути будет у вас. И здесь более-менее удобно передвигаться с колясками. Столовая 1, столовая 2. Пожалуйста, такой тенистый, легкий спуск непосредственно к морю. Наши предприниматели, видите, поменяли здесь тротуарную плитку, потому что на нее жаловались жители. И теперь она очень красивая и классная. Плюс тень от платанов. Здесь у нас вся улица отелей. Вот вам еще одна столовая. Магазин Магнит прям по пути, друзья. Цены такие же, как у вас в городах. Нет смысла никакого показывать. Шашлычные, экскурсионные точки. То есть все то, что вам тоже будет интересно для отдыха на нашем побережье. Еще одна столовая. Шашлычок, можете посмотреть. Ценники, что почем. Переходим в Южный проспект. По пешеходному переходу. Здесь у нас, пожалуйста, гастроном, пекарня. Выходим на улицу Светлую. Хочу просто показать. Торговые ряды большое количество. Здесь сельскохозяйственная ярмарка. С огромным количеством выборов фруктов и овощей. Здесь на улице Светлая можете посмотреть. Есть столовая. Со своей выпечкой. Ценники. Ну, думаю, вам видно. Девочки открылись. Я помню, как они готовились в этом году. Чтобы вам было хорошо прям видно. По ценам, если что, ставки на паузу, ребята. Ту-ту-ту-ту. Слату с ней. Борщ, допустим, здесь стоит 65 рублей. Так выглядит это все на раздаче. Вот так вот. Хачкушка 250. Первое блюдо. Здравствуйте. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. И разнообразная красота. Ну, и холодные напитки по 40 рублей. Я думаю, когда пойдет более бойко от торговли, будет гораздо больше предложений здесь. В общем, продается везде. И все, что вам нужно и не нужно. И меня так радует. Такая толчья. Наконец-то движок. Люди идут. Радуются. Продавцы радуются, что люди идут. У всех хорошее настроение, друзья мои. Почти добрались до пересечения с Серебряной. Здесь тоже большое количество торговых площадей. Все открыто. С левой стороны у нас столовая. С правой стороны у нас столовая. То есть, ну, поверьте мне, голодным вы не останетесь. Сценки примерно везде одинаковые. Пришли, посмотрели. На персонал улыбается. Приветлив вам. Сидите, отдыхаете. Вот, пожалуйста, комплексный обед за 160, либо за 130 рублей. По-моему, дешевле просто нет. Вот такая вот столовая. А с правой стороны здесь по пути следования есть туалет. Мы добрались до улицы Серебряной, ребятки. Здесь фрукты, овощи. И два прохода разделяются. Мы пойдем по левой стороне, потому что здесь есть трогательный фонтан. И смотрите, какая великолепная тенистая аллея. Здесь, помимо того, что есть столики, много разнообразных точек. Меня просили отметить, что по вечерам здесь происходит представление. И можно прийти с детками, поучаствовать в разных анимациях и выступлениях. Мы обязательно как-нибудь зайдем. Чистят сейчас фонтан. Обычно здесь трогательный фонтан. И можно в нем помыть ножки. Походу, очень многие помыли, что он уже за месяц забился. Там находится офигенная хинкальня. Там готовят вкусные гиры. То есть вариаций, куда пойти здесь, что попробовать, очень-очень много. Так что обязательно приходите на свет. Тем более, после преображения улица выглядит просто великолепно. Улица Барханная мы проходим. И тут тоже огромное количество разнообразных торговых площадей. Кукуруза дешевеет. Здесь уже по 80 рублей стоит. Мы выходим на место перед пляжем. Возле Копак Олимпия. С правой стороны здесь тоже столовая. Это швычок нажарит ножичек. Работает фонтанчик. Тоже продается огромное количество разнообразных вещей для пляжа. Туда есть торговые ряды. Наш путь сегодня идет на море. Кукуруза тоже по 80. И выходим на светлое. Вы можете видеть, что люди уже тянутся с моря. А мы только с вами идем, делая обзор. Казнообразные торговые павелиры. Четыре одевалочки. Душ, туалет с левой стороны. Работают батуты. Локный шарик работает. Люди загорают. Там, где нет теней навеса, абсолютно бесплатно. Там же, где, ребятка, лежачки стоят. Там вас попросят по 300 рублей. Пляж Акумарин. С левой стороны у нас пляж база отдыха Бригантина. Ну и наши законные, как говорится, 200 метров здесь на месте. Давайте посмотрим, что сегодня происходит на Моринг. Многие, может быть, наслушались о том, что у нас все плохо. Там зелень не зелень. И я думаю, что мы сейчас с вами все увидим, как это происходит. Вот такая красота, друзья мои. Люди пришли на пляжи. Отдыхают. Наслаждаются. И вот оттуда на стучки заходят. Вот у нас сегодня, по прогнозам, холодно, дождь. Ну, я не знаю, как это назвать. Слет моржей, что ли. Не знаю. Вот, будьте аккуратны. Сегодня я смотрю, прям все большие молодцы. На глубину никто не лезет. Это прям классно. Температура воздуха у моря 24 градуса. И сейчас узнаем саму температуру водички. Вот так вот офигенно купаться. То есть вы прям лежите на берегу. И у вас все хорошо. Вот, в море забегать. Маму с сумкой, с ребенком. Такое, конечно, надо увидеть. И дальше всех. Температура воды 22 градуса. Номера телефонов и вся важная информация для вас указана под видео. И мы вам желаем всем хорошего отдыха. Чтобы все у вас получилось именно так, как вы этого хотите. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Выбирайте лучшие места и пляжи. Самое главное, вот, шторм аккуратный на бережку. Не рискуйте, друзья. Вы у себя одни, и вы нам еще нужны. Тех, кто утонут, в море купаться не будут. Вот, хорошего всем, самого великолепного настроения. И вот, смотрите, какое море. Классное. Летнее. Анапское. Смотрите, ребята, заходит волна. И для вас звучит она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...